МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговую информационную программу День в студии Галина Данилова. О самых интересных событиях недели вам расскажут корреспонденты ТВ Мэтищи. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. 26 мытищинских пар назначили дату свадьбы на 7 июля. Из ЗАГСа репортаж Татьяны Захаровой. В Мэтищинском музее открылась выставка экзотических животных. С обязателями тропических лесов и пустыни знакомилась Галина Данилова. Состоялась торжественная церемония вручения премии в области искусства вера. На 6-й московский международный фестиваль приехала делегация из Мэтищинского района. Репортаж Светланы Кузнецовой. Трагедия в Краснодарском крае не оставила равнодушным ни одного россиянина. Жители всех регионов оказывали как моральную, так и материальную поддержку. Гуманитарная помощь, собранная во всех районах Подмосковья, поступила в единый пункт сбора помощи в учебный центр МЧС Ногинского района. После сортировки укомплектованные фуры отправились в Краснодарский край утром 12 июля. О том, как сбор гуманитарной помощи проходил в Мэтищинском районе, в репортаже Татьяны Захаровой. Напомним, что в результате сильнейшего наводнения в Краснодарском крае, по официальным данным, погибли более 170 человек, пострадали свыше 34 тысяч человек. 10 и 11 июля в Мэтищинском районе официально были организованы два пункта гуманитарной помощи в центре семья и в районном дворце молодежи. Но некоторые общественные деятели организовали свои пункты сбора. У нас волонтеры, которые приняли участие в сборе гуманитарной помощи и организовали ее на площади, на мой взгляд, не совсем корректно поступили. Вот это непонятное движение, в общем-то, оно как-то, ну, не знаю, не централизовано, в общем-то, и не совсем, на мой взгляд, оправданное ее действие. Потому что многих людей ввели заблуждение. С одной стороны, мы печатаем официальные пункты приема, и с другой стороны, непонятные пункты организовываются в других совсем местах. В частности, могу заявить о том, что от нетких граждан поступило заявление в органы внутренних дел с целью разобраться, куда все-таки гуманитарная помощь пошла. Но это как бы уже не наша задача, это задача органов разобраться и все-таки понять, дошла ли она помощь до того, кого нужно. Совместными усилиями района администрации Матищинской организации «Красный крест» и граждан удалось собрать все необходимое пострадавшим. Глава района Виктор Азаров вместе с чиновниками администрации также внесли свой вклад в виде денежных средств из фонда заработной платы. Всю гуманитарную помощь, собранную в официальных пунктах, поместили в грузовую бортовую машину и автобус «Лиаз» и отправили в единый центр сбора помощи Ногинского района. За сбор данной колонны гуманитарной помощи отвечал бы ответственность от правительства Громов Василий Васильевич. В общем-то, на общем фоне других районов наш собранный гуманитарный груз выделялся. И фактически от него прозвучала благодарность за организацию, за активность населения в оказании помощи. Жители Кубани благодарны всем россиянам за помощь. Власти Краснодарского края уверяют, что получили все необходимое и больше ни в чем не нуждаются. Татьяна Захарова, Константин Бондаренко, Константин Химичев, ТВ «Матище». 8 июля вся страна отмечала праздник День семьи, любви и верности. Неудивительно, что именно в этот день многие влюбленные решили пожениться. Матищинцы тому не исключение. Накануне праздника в ЗАГСе торжественно зарегистрировали свои отношения 26 пар. Первые три пары лично получили поздравления от главы Матищинского района Виктора Азарова. Всем молодоженам вручили памятные подарки. День семьи, любви и верности в нашей стране отмечают с 2008 года. Для молодоженов этот праздник стал еще одним популярным днем для заключения брака. Наши граждане, не только мы тищинцы, а все, наверное, у нас они очень суеверны. Конечно же, хочется в канун праздника на красную горку выйти замуж, зарегистрировать браки, чтобы, наверное, продлился брак на долгие-долгие годы. Мы тоже на это надеемся. На вопрос молодоженам, почему они именно сегодня решили узаконить свои отношения, ответ был один. Потому что это праздник семьи, любви и верности. Но его перенесли, потому что мы решили сегодня расписаться, и поэтому его перенесли. Три пары лично получили поздравления от главы Матищинского района Виктора Азарова. В этот день он желал молодоженам долгих и счастливых лет совместной жизни. Создавать крепкую семью – это колоссальный труд. Администрация района помогает в этом молодым парам. Сейчас совершенно другие условия. На мой взгляд, молодежи намного проще создавать семью. Вот, все для них, у них для этого есть. Есть у нас, например, целый ряд программ федеральных, которые помогают молодым создавать семейные семьи свои молодые, приобретать жилье. Другие – целый ряд льгот социальных. Поэтому сейчас намного условия комфортнее для молодых. День семьи, любви и верности для многих стал не только датой свадьбы. Молодые люди не упускали возможности сделать предложение. Главное, чтобы название праздника по жизни совпадало с девизом молодых семейных пар. Татьяна Захарова, Константин Химичев, ТВ Матищи. Воспитанники военно-патриотического лагеря выехали на очередную экскурсию. Она была посвящена историю танка Т-34, который считался лучшим во время Великой Отечественной войны. Они узнали много нового об истории создания танков не только в России, но и за рубежом. Военно-патриотический лагерь, который расположен на базе воинской части в Грибках, уже не первый год принимает трудных подростков на перевоспитание. Многие экскурсии и мероприятия лагеря связаны именно с этим. В этот раз они посетили музейный мемориальный комплекс, посвященный легендарному танку времен Великой Отечественной войны Т-34. Тех, кто уже не первый раз приезжает в лагерь, посещали подобные музеи, но все равно считают экскурсию очень интересной и важной. Важно знать историю своего танка, так как ты живешь в России, и что этот танк победитель, он участвовал в войне, и можно сказать, 30% ему, что мы победили. Ну, важно в любом случае. Танки посмотреть Т-34, это же легендарный танк, и чтобы вообще люди знали, дети знали свою историю, что это такое вообще. А вот Александр Павлов впервые в лагере «Грибки» и никогда не был в этом музее, поэтому для него экскурсия стала настоящим сюрпризом. На самом деле я не знал, я думал, мы все время в корпусе будем сидеть там. Не знаю, здесь заломки какие-то интересные в этом музее. Мне нравится просто там все, с историей связано, там танки, оружие и так далее. Вообще ребята посещают музей не только в военной направленности, также они ходят в театр и на концерты. Педагоги делают все для разностороннего развития своих воспитанников. Лагерь военно-спортивный, поэтому и предполагают военные музеи. Но у нас также предусмотрены музеи такого культурного характера, как Жосткинская фабрика подносов и плюс Федоскинская миниатюрная живописи. Также предусмотрены, будем их просвещать и по культурной, и по военной части. В музее воспитанники лагеря узнали об истории создания первого танка, о том, как он конструировался. Познакомились с различными типами танков. В следующий раз ребят повезут на экскурсию в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи. Светлана Кузнецова, Константин Бондаренко, ТВ «Матище». Летом многие мытищенцы и гости города устремляются в парки и скверы для того, чтобы отдохнуть на природе. В микрорайоне Леонидовка такой зеленой зоной является территорией городской клинической больницы. Сюда приходят не только пациенты, но и жители близлежащих домов. Сотрудники МГКБ стараются содержать деревья и кустарники в образцовом порядке, высаживают цветочные клумбы и ежедневно следят за тем, чтобы вокруг медицинского учреждения были чистота и порядок. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. Лето в наших широтах прилетает довольно быстро, поэтому так важно, чтобы этот период особенно запомнился своей неповторимостью, яркими цветами и ухоженными зелеными лужайками. Территория Матищенской городской клинической больницы для жителей микрорайона Леонидовка является и парком, и местом отдыха. Сотрудники МГКБ ежедневно наводят здесь чистоту, тщательно следят за состоянием всех зеленых насаждений. Мы стараемся за этот короткий период навести максимальный порядок на территории, потому что зимой по понятным причинам это сделать невозможно. Поэтому мы стараемся привести в порядок наши клумбы, кустарники, подрезаем, очищаем территорию. Территория городской клинической больницы по праву можно назвать легкими Леонидовки. Сюда ежедневно приходят мамы с колясками, граждане старшего возраста и просто горожане, которые хотят подышать свежим воздухом в окружении зелени и цветов. У нас большая территория, которая граничит с жилым микрорайоном. Мы облагораживаем нашу территорию, потому что сюда приходят к нам не только больные, выходят подышать воздухом, но и жители близлежащего района. Кроме сотрудников МГКБ за территорией больницы следят ребята из школьных трудовых бригад. Игорь Фомичевый сюда на работу направил Матищинский центр занятости населения. Молодой человек в настоящий момент является одним из лучших работников. Убираю территории в основном, иногда крашу бордюры или заборы. Мне работа нравится, платят хорошо, коллеги и начальники все хорошие. Своими силами сотрудники больницы ухаживают за газонами, высаживают цветы и следят за чистотой и порядком. Однако работы у них еще много. Необходимо вырубить примерно 200 сухих деревьев и на их место посадить молодые саженцы. Но здесь работники МГКБ рассчитывают на помощь города и района. 12 июля свой праздник отметили представители одной из самых романтичных специальностей в мире бортпроводники гражданской авиации. Михаил Елисеенков, стюард со стажем. После 35 лет сложной, но в то же время захватывающей работы в небе, он вышел на пенсию, занимается огородом и воспитывает внуков. Михаил до сих пор летает, но только во сне. С ним встретилась Татьяна Захарова. Михаил Елисеенков начал работать стюардом в 1977 году. Тогда, чтобы стать бортпроводником, нужно было пройти полугодовое обучение, обладать знаниями по географии, иностранным языкам, технике безопасности во время полета, уметь оказывать медицинскую помощь и не только. Ведь, несмотря на романтичность профессии, это очень ответственная работа. Назначение бортпроводника, стюарда на борту – это безопасность. Безопасность, потому что он будет спасать пассажиров. От стариков, детей, больных, все организовывать, вплоть до того, чтобы все проверить, летчика вытащить последний, если он там где-то в кресле застрял и не в состоянии. Вот это прямое назначение. А дальше официант, как сейчас хотят видеть. Официант, но не просто официант. Официант, который и должен обладать знаниями языка. Официант, который должен оказать медицинские услуги. Благодаря своей профессии Михаил побывал в более чем 120 странах мира. И, конечно, есть места, в которые он бы с удовольствием вернулся. Сейчас бы я с удовольствием слетал, например, в Токио. И начинаешь понять, а почему мне туда хочется. Вот такая атмосфера, в которую попадаешь, допустим, в Японию. Вот эта чистота, культура, взаимоуважение, кухня. Какие-то запахи, которые наполняют, окружают тебя. Ни для кого не секрет, что профессия бортпроводника опасная. За 35 лет работы в авиации Михаил не раз оказывался в рискованных ситуациях. Например, в одном из рейсов Гавана-Москва, когда самолет пролетал над Атлантическим океаном, в кабине пилота загорелось штурмовое оборудование. В салон, где сидели люди, повалил дым. Взяли, выключили все оборудование электрическое. В итоге, значит, без света, без штурмовского оборудования, принимали решение, куда лететь в Москву дальше и вращаться обратно. Решили вернуться обратно. И вот летели, скажем так, без света, в темноте, с запахом дыма, с самой Гаваной, и там удачно, слава Богу, приземлились. Михаил женат. Вместе с супругой Валентиной они вырастили четырех дочерей, две из которых пошли по стопам отца. Сейчас Михаил на пенсии, воспитывает внуков. Маленькая Настя тоже хочет быть стюардессой. Она часто просит дедушку рассказать ей про самолеты. На каких самолетах ты летал? Ну ты же знаешь, на аэробусах, на Боингах. А ты сама на каком самолете летала в Таиланд отдыхать? Не помню. А 300? 300 какой? 60? Нет, 330. Ни разу в жизни Михаил Елисеенков не пожалел, что выбрал профессию бортпроводника. Он и сейчас продолжает летать, но только во сне. Вот у меня до сих пор остается такое состояние, когда я во сне иногда сплю и вижу сон, что я куда-то лечу в командировку. Вот по заданию на полет, в качестве бортпроводника, и у меня всегда во сне наступает такое хорошее настроение. Продолжаем программу. На этой неделе в Москве свою работу закончил 6-й международный фестиваль искусств, традиций и современности. Творческим коллективом Мытищинского района выпала честь поздравить номинанта в фестивале. На торжественную церемонию побывала Светлана Кузнецова. Вера – так называется премия искусств, которая проходит в нашей стране 6-й год подряд. Она очень популярна. Торжественная церемония вручения стала одним из главных событий минувшего дня и для нашего Мытищинского района. Дети из творческих коллективов «Маленький секрет» и «Бородино», а также мытищинская пианистка Анастасия Куликова выступили на церемонии в сопровождении известного государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрома. Анастасия очень волновалась перед выступлением, но для нее сыграть вместе с таким оркестром – огромная честь. Когда мне только сказали, что я буду выступать с оркестром Лунстром, мне предложили. Я согласилась, потому что мне очень хотелось. Как призналась руководитель коллектива «Маленький секрет» Татьяна Черняева, свой номер они готовили в последний момент, так как про выступление узнали незадолго до церемонии. Это огромная честь в таком вот театре нам выступать, при такой публике. В общем, это, конечно, для нас большой скачок вверх. Надеемся, что, так сказать, постараемся не опускаться больше вниз, а стараемся только вперед и вперед будем идти. Композиция «Музыка побед» понравилась многим. Зал овациями сопровождал наших вокалистов. «Музыка побед», «Музыка побед», «Леди во все, танцы по небу, зиме». «Музыка побед», «Музыка побед», «Весилу, честь и мужество России». Главная задача подобных мероприятий – объединить искусство во всех направлениях. Задача нас, музыкантов, людей другого направления искусства – прийти, украсить, поддержать это замечательное мероприятие, где-то, значит, помочь своим жанрам, своим направлениям. И замечательно, что происходит такое единение искусств – живописи, театра, эстрады, джазы, классики, детское творчество. Этот концерт определяет все направления и спектры, которые есть в нашем искусстве – и любительском, и профессиональном. Фестиваль продемонстрировал широкую палитру живописи и декоративно-прикладного искусства, раскрыл актуальные тенденции графики и фотографии. Все выступающие и гости смогли ознакомиться с работами номинантов. Новаторские идеи авторы воплотили в своих работах, а также отдали дань прошлому. Для детей, которые приехали сюда, это огромный шанс окунуться в мир искусств. Пускай дети познают прекрасное через общение с музыкой, с пением, с художественным творчеством. Они познают мир, они познают его в своей красоте, а не в своем уродстве. Это самое главное, знаете, как красота спасет мир. Для наших творческих коллективов подобные фестивали – это уникальная возможность выступить на одной сцене с великими мэтрами и дают вдохновение на новые победы и осуществление задуманного. Светлана Кузнецова, Константин Химичев, ТВ «Матище». В Матищинском историко-художественном музее появились тропические леса и пустыни. Здесь вновь открылась выставка экзотических животных. До начала августа можно полюбоваться на редкие виды обезьян, пауков, лягушек и многих других. Традиционно в середине лета в Матище приезжают гости из Тулы и привозят необычную выставку экзотических животных. Более 40 удивительных и необычных представителей фауны Африки, Южной Америки, Австралии, Азии. Они выросли в неволе и поэтому очень доброжелательно относятся к людям. Дают себя гладить и кормить. В этом году мини-зоопарк пополнился новыми экспонатами. У нас есть некоторые новые животные, в частности, обезьянки некоторые новые. Мы купили подружку, одному нашему известному обитателю Пушку, некоторые новые змеи, некоторые новые ящерицы. На выставке много интересных и даже уникальных животных. Кенкажу Тимоша из семейства енотовых. Этот любопытный зверек обитает в лесах Южной Америки. Днем они обычно спят, а ночью уходят на охоту. Несмотря на то, что он хищник, Тимоша с удовольствием ел из наших рук виноград и яблоки. В России представители кенкажу всего 4-5 экземпляров. Наибольшую вассорку посетители вызывают обезьянки, представленные на выставке несколькими видами. Наиболее общительная – джудит из породы беличи саймири. Ее сородичи живут в Южной Америке. В городском парке прошли соревнования по стрелковым видам спорта. Организаторы мероприятия предложили молодым людям до призывного возраста поразить цели из четырех видов оружия. Большинство из участников соревнований впервые держали его в руках. Что из этого вышло в сюжете Надежды Трифоновой? Десяточка – так назвали организаторы соревнований по стрелковым видам спорта. Идея приобщить молодых людей к армейской жизни столь необычным способом появилась на заседании комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию при общественной палате. Ее поддержали районная администрация и торгово-промышленная палата. Принять участников состязания вызвался военно-патриотический центр границы. Молодым людям до призывного возраста, проходящим обучение в автошколе ДОСАВ, предложили попасть в цель из винтовки, винтовки с оптическим прицелом, лука и арбалета. Многие из них, несмотря на то, что им в скором времени предстоит служба в армии, держали оружие в руках впервые. Однако руководитель военно-патриотического центра границы Вадим Синицын считает, что подготовить ребят к армейской жизни – важная, но не главная задача соревнований. Нам главное, чтобы ребята научились любить свою родину и защищать ее. Потому что если мы ее научимся любить и защищать, нам есть что защищать, то мы будем еще более великой державой. И тот потенциал, огромный потенциал, который внесет в себя Россия, он будет востребован и сохранится. Но самым сложным и вместе с тем интересным этапом соревнования стала разборка и сборка автомата. Несмотря на предварительно проведенный инструктаж, мало кому из участников удалось уложиться в отведенное время. Однако даже несмотря на неудачи, все пребывали в хорошем настроении. Я рад, что наконец меня куда-то позвали. Я никуда не выезжал особо на такие мероприятия. Остались впечатления, я уверен. О том, что молодым людям в первую очередь необходимо внимание, знает начальник автошколы ДОСАВ Александр Суворов. И поэтому считает, что подобные соревнования должны стать традиционными. Это все-таки забота. Забота о них, что они видят, что не только их отправили учиться, а здесь проводятся интересные мероприятия. Они уже больше здесь уже узнают о службе вооруженных силах. Без призов не остался ни один участник соревнования. Каждый из них получил сувенир на память. Надежда Трифонова, Александр Славин, ТВ Матищем. 16-я международная московско-традиционная парусная регата подошла к концу. В этом году спортсменам повезло. Попутный ветер сопровождал их во всех соревнованиях. Поэтому гонка была по-настоящему захватывающей. До последнего дня состязаний в классе финн лидеров было несколько. Но увлекательное зрелище любовалась Светлана Кузнецова. 125 человек из России и зарубежья приехали в Матищенский район. Это уже традиционные соревнования. Многие знают своих соперников. Но это только разжигает интригу. Подростки до 16 лет состязались в трех классах. Кадет, оптимист и лазер. Среди девочек выделялась Елизавета Севенкова. Благодаря моему тренеру, благодаря тому, что он меня так выучил, то что надо побеждать, надо... Он мне поставил правильно тактику. И благодаря этому я выиграла. Также состязания проходили в классах финн и снайп. Последний считается легким. Он не является олимпийским видом. Но несмотря на это, в данном классе было немало спортсменов. Мы достаточно легкий экипаж. И ветра мало. И кто легче, тот и выигрывает. Ну и еще рулевая хорошая у меня. Умная очень. Все знает, куда надо идти. Парусным спортом можно заниматься в любом возрасте. Эти соревнования еще одно этому доказательство. Классе финн возраст спортсменов варьируется от 15 до 76 лет. Некоторые считают, что многое зависит от умения и снаряжения. Сегодня поменял парус. Совершенно поставил новый. Сделали англичане на суперлегкий ветер, на суперлегких гонщиков. Как раз то, что мне надо. Может быть, это мне повезло. Может быть, я удачно поймал ветер. А может быть, просто получил хорошую спортивную озлобленность. Спортивную озлобленность. И это мне принесло удачу. А скорее всего, все вместе. Парусный спорт не может жить, главное, без любви. Вот когда все вместе – удача, ветер, любовь – складываются в одну кучу, тогда становится удача. Многие спортсмены уверены, что лучше начинать заниматься парусным спортом с 7 лет. Но не все спортсмены придерживаются этой традиции. Иван Заботин сначала занимался лыжами. И только потом, по настоянию родителей, пришел в парусный спорт. Эту гонку он считает очень непростой. Гонка достаточно сложная, но интересная в тактическом плане. Тут как бы выиграет, мне кажется, больше, ну, выиграл не сильнейший, а больше такой хитрый, ловкий спортсмен. Иван считает, что ему есть над чем работать и будет стараться на следующих соревнованиях выступать лучше. В целом, сами организаторы довольны гонкой. У нас было проведено, запланировано 12 гонок, проведено 12 гонок. То есть, все по плану. И вот сегодня довольно слабый ветер, а в предыдущие дни был хороший ветер, и регата состоялась успешно. Подобные мероприятия дают спортсменам шанс потренироваться и попробовать свои силы. А хорошая организация позволяет провести время не только с пользой, но и с огромным удовольствием. Светлана Кузнецова, Максим Хникишиев, ТВ Матища. Уважаемые телезрители, смотрите в 21.10 новый выпуск мульт новостей. А в 21.15 программу 13 минут с генеральным продюсером. С участием семи ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Васильевича Переверзева. Эфир телекомпании ТВ Матища вы можете смотреть в режиме онлайн. Новости программы и спецпроект на нашем сайте www.tvmy.ru Всего доброго и до встречи.